Глава тринадцатая Я Брахман. Мироощущение Джняни. Теперь, когда ты пробудился, я провозглашаю тебе истину. Ты есть Брахман, я есть Брахман, вся Вселенная является Брахманом. Что бы ты ни делал, помни всегда эту истину. Йога Васиштха, глава шесть-шесть, притча о камне. Трудно описать, как ощущает себя Джняни, и передать это тем, кто Джняни не является. Хотя Джняни обладает телом человека, это только видимость. Его дух отождествлен с Абсолютом, высшим бытием, которое есть Сад Чит Ананда. Джняни чувствует себя, ощущает, воспринимает себя Абсолютом. Он — центр мироздания, самосущий, вечный, непостижимый, бесконечный, вездесущий, всепроникающий, всеведающий, всемогущий. Он есть высшее состояние, высший дух, самосущая пустота. Он ничем не запятнан, естественно совершенен и чист. Он пребывает в совершенной свободе и безграничном блаженстве. Будучи Брахманом в теле, он сам есть все. Обладание человеческим телом указывает лишь на то, что Джняни, являясь Абсолютом, использует человеческое тело, находится в нем как его создатель, владелец и пользователь. Использовать тело человека, будучи Абсолютом, и быть человеком обыденного мира — разные вещи. Человек обыденного мира обусловлен средой, своим телом, умом, эго и видением. Джняни — нет. Джняни в глубине души знает себя как Брахмана, ни на миг не сомневаясь в этом. Он чист, сияющ, великолепен, свободен от качеств, совершенен, вечен и полон света. Он подобен пространству без качеств, границ, центра. Джняни чувствует себя Богом без понятий «Я» и «Бог». Он осознает себя Всевышним Источником без понятий о Всевышнем Источнике. Джняни — центр мироздания, корень, суть, основа всего бытия, — первоисточник всех смыслов. Джняни — источник времени, пространства, космических сил и элементов. Внутри Джняни есть целая Вселенная, в которых живут боги, асуры, люди, духи и демоны. Внутри него тысячи гор Меру, миллионы чистых стран, райских обителей, где живут небожители и иных миров. Джняни пребывает в каждом атоме, в каждой песчинке этой и других Вселенных, в каждой миллисекунде времени, в каждой звезде, в каждой травинке, птице, насекомом, дереве, человеке, духе, божестве. Нет ничего, что неизвестно Джняни, хотя это знание не относится к мелочам человеческой жизни. Нет существа, с которым бы Джняни не был един. Нет такого места во Вселенной, которое не было бы частью его я. Я вечен, полон счастья и свободы, неуничтожим, безграничен, бесконечен, неописуем, неопределим и подобен необъятному тончайшему пространству. Так живет и ощущает себя Джняни. Я всегда чист и совершенен, ничем не запятнан, никакая скверна не может коснуться меня. Я Брахман. Я и Брахман одно. Есть только Брахман. Он и я одно. Нет даже мысли о единстве. Все едино. Один. Одно. Я. Все есть абсолют. Есть только абсолют. Абсолют есть я. Абсолют есть абсолют. Абсолютность. Я есть абсолют. Я есть абсолют. Есть абсолют. Абсолют. Я. Есть абсолют. Я. Есть. Я. Самоузнавание. О, Брахман. Адвайтисты говорят, что между Дживой и Атманом нет разницы. Ты бесконечен, неделим и вечен. Но если между нами нет отличия, к чему тогда эти слова? Я и Брахман. И кому я все это говорю, будучи величайшим одним без другого? Ахам Брахмасми. О, Брахман. Другие говорят о тебе, как о великом совершенстве. Но если ты абсолютно совершенен, и ты есть я, а я это ты, отчего же я, словно безумец, одержим усовершенствованием себя? День и ночь медитирую и занимаюсь йогой. Ахам Брахмасми. О, Брахман. Святые говорят о тебе, как о безначально чистом. Если ты всегда чист, и ты это я, а я есть ты, какой злой дух внушил мне мысли о моей нечистоте и необходимости очищаться? Ахам Брахмасми. Ахам Брахмасми. О, Брахман. А тебе говорят, что ты вечен, всегда свободен и ничем не связан. Но если ты это я, а я есть ты, зачем, будучи великим и бессмертным, я дурачу себя и других, страстно стремясь к освобождению? Ахам Брахмасми. О, Брахман. Шрути утверждают, что ты сияющий, неделимый, неумирающий и нерожденный. Но если ты это я, а я есть ты, как я мог забыться и поверить в себя, как в тело? Ахам Брахмасми. О, Брахман. Писания о тебе говорят, как о нерожденном. Но если ты это я, а я это ты, как могло произойти, что я поверил в то, что я родился? Ахам Брахмасми. О, Брахман. Святые говорят, что весь видимый мир лишь только ты и игра твоей майи. А если это так, как мог я всерьез поверить в него и в эту жизнь? Ахам Брахмасми. Божественная гордость Я есть Брахма, Создатель Вселенной. Во мне все мудрецы и боги в соответствующих формах. Во мне все небеса со всеми созданиями. Во мне горы, континенты и океаны. Во мне полубоги и демоны, сияет солнце, происходят процессы создания. Йога Васиштха, глава 3.3, История о сыновьях Инду. Внутренняя сущность обладает свойством сияния, сибхурана. Поэтому сознание джняни, целиком поглощенное этой сущностью, также не может ни благоухать, ни сиять, ни проявляться, ни сверкать, ни очаровывать, ни изумлять, ни вводить в благоговейный трепет, ни вызывать восторг, любовь и восхищение. Божественная гордость исходит из понимания джняни самого себя, своей природы. Божественная гордость естественна для джняни, как свет естественен для солнца, а шум для ветра. Она воплощает его величие, славу, запредельность, торжественность и великолепие, чистоту, достоинство, любовь, честь, безмолвную силу и игру. Это величие юного принца, которого только что возвели на престол и которому вручили царские атрибуты. Божественная гордость не присуща эго и уму джняни. Напротив, его ум и эго пребывают в полном смирении. Она исходит из его внутренней самости, атмана, спонтанно, без усилий и методов. Божественная гордость это ощущение себя божеством, дивья-бхава. Это особое внутреннее достоинство, внутренняя аристократическая порода чистого сознания джняни. Его уникальность, неповторимость и божественная элитарность. Его избранность, пассионарность. Это его утонченность, чистота, ясность, мудрость и спокойная уверенность, самодостаточность, целостность и установленность в самом себе. В божественном мире нет плебеев. Там каждый высокороден, трансцендентен, уникален, даже нищий, но по-своему. Эта высокородность не есть крикливые или капризные притязания эго на собственную исключительность среди других. Это внутренняя слава, отрешенная, безмятежная, тихая и чистая, исходящая от всевышнего источника. Божественная гордость не имеет ничего общего ни со снобизмом высоко продвинутого йога-садху, ни с гордыней мага, желающего повелевать другими, ни с самомнением ученого-философа пандита. Божественная гордость основана на смирении духа, смиренно-мудрии. В ней нет ничего напыщенного, надуманного, искусственного или показного. Она естественна, как свет солнца, как синева неба. Это спокойная, могучая уверенность и безмолвная сила. Это внутреннее величие, которое специально не показывают, но которое и не спрятать, если не прятать специально. Ее нельзя подделать, выдумать, создать искусственно, как нельзя подделать или выдумать любовь. Джняни всегда ясно знает и ощущает, что он абсолют. А абсолют это тотальная, всепоглощающая божественность, это сакральное измерение бытия, полное чистоты, гармонии, славы, величия, утонченности, игры, восторга, блаженства, красоты, торжественности, могущества и великолепия, в которых днем и ночью купаются джняни. Хвала божественной гордости! Ом. Почтение изначальному гуру! Тысячекратно простираюсь перед тобой, о величественная дивья бхава, царственная, полная запредельного могущества, подобная тысячи золотых слонов, по величию подобная горе Меру, царскому трону Индры и лотосу Брахмы, приводящая в благоговейный трепет даже богов, воплощенная Айшвария Шакти самого Брахмана, та санкальпа, что выражена великим изречением «Я Брахман», «Ахам Брахмасми». Что может быть выше и привлекательнее тебя? Что может быть превосходнее и глубже тебя? Ты сама изначальная Сахаджа Деви, Брахмас Панда, творящая Вселенная одним своим намерением. Ты само сердце Ануграхи, Ты сущность творения, поддержания и разрушения. Все существа, силы, риши, кумары, ситхи, боги, гандхарвы, якши, апсары, асуры, дайтеи, наги, все татвы исходят из тебя, питаясь твоим светом. Но ты, будучи Брахманом, исходишь лишь из себя самой. Тысячу раз благословлен тот йогин, который, получив передачу усердно, без отвлечения медитирует на тебя, вновь и вновь погружая свой ум в божественную гордость и представляя, несомненно, я есть Брахман, я всеобщая основа всего, я один без другого, бесконечный, вечный, непостижимый, неописуемый, безопорный и всепроникающий. Тот, кому известны тайны гордости божества, превосходящие все медитации на величие Брахмана, Ниралампхи, тот высший йог, уважаемый даже богами, ведь медитируя так, он сам становится священной сущностью в сердце всех богов, всеведующий, совершенной и чистой, как чудесны три способа медитации на Махавакью, с опорой на связь Ахам и Брахмасми, с опорой на Брахмасми, и медитация с опорой на Спанду, тонкую игровую активность ума. Тот истинный мастер Джняна-йоги и Лая-йоги, кто овладел тайным мастерством объединения Пхавы с телом, объединения Пхавы с праной, объединения Пхавы с пятью чакрами и внешними татвами, тот, кто знает три великих действия – испускание, поглощение милости и пребывание в единстве. И тот, кто день и ночь выполняет насыщение дивья Пхавы иллюзорного тела, наслаждается днем и ночью спонтанным блаженством, не прилагая усилий, и овладевает Ичхаситхи. Разве может быть что-то недостижимое для такого йога, который знает эти тайные методы, которые можно получить лишь от сведущего учителя, тот, кто всегда почитает Брахмана, поклоняясь дивья Пхаве, почитает дивья Пхаву созерцанием, обладая различными силами, счастливо живет он в этом мире и в конце концов достигает высшего освобождения. Глава пятнадцатая Чистое видение Нечистый разум видит привидение там, где есть только столб. Нечистый разум, нагруженный скрытыми тенденциями, является причиной заблуждений. Человек должен стараться выкорчевывать и выбрасывать подобное. Йога Васиштха Глава 3-7 История Алавани Человеку в состоянии неведения в той или иной степени присуще нечистое видение по причине прошлых тенденций. Нечистое видение разделяет на плохое и хорошее, и именно это разделение делает плохое плохим. В абсолютном смысле даже видеть, что кто-то пребывает в неведении, имеет нечистое видение, это тоже форма неведения. Поэтому, когда Джняни говорит о каком-либо видении, как о чистом или нечистом, такое разделение следует считать условным, используемым для объяснения другим. Чистое видение естественно присуще Джняни так же, как шум волн естественно присущ океану, свет присущ солнцу, а прохлада ветерку. Оно есть продолжение божественной гордости Джняни. Джняни всегда видит мир чистым и священным. Во всей вселенной нет даже мельчайшей частицы, пылинки, атома, которые бы Джняни видел не чистыми, не божественными. Джняни видит так, потому что живет, играя в измерении чистого видения в мандале Всевышнего Абсолюта. Из этого измерения все явления видится ему священными, чистыми и совершенными, полностью божественными в своей основе. В видении мира глазами Джняни нигде нет уродства, изъянов, грязи, несовершенства. Все изначально священно, чисто, спонтанно, естественно, свято по своей природе и совершенно. Конечно, физические глаза Джняни могут видеть окружающие его изъяны, грязь, несовершенства, но все это Джняни видит целиком совершенным. Как на острове, который сделан целиком из золота, не найти даже крупинки грязи, так и в измерении Джняни нет ничего нечистого, все всегда чисто. Уже на этой земле, в обыденном теле из плоти и крови Джняни живет, как на небесах небожителей. Мир для Джняни выглядит иначе, чем для обычных людей. Он для него мандала, сакральное пространство богов. В этой мандале не совершается ничего обыденного, мирского. В ней происходят только мистерии, литургии, игры абсолюта. Каждое действие здесь – игра божеств, даршан, инициация посвящения, ритуальное призывание и подношение. Каждый звук, слово, вздох, стук, скрип – это священные слоги, мантры, ритуальные песни, посвященные божественному, восхваляющие его славу и величие. В мандале нет обычных существ, людей или зверей. Есть только божества различных семейств со своими уникальными признаками и играми. В измерении чистого видения все волшебно, даже камни. Каждое действие имеет сакральный смысл, каждый взгляд, улыбка, слово, даршан, посвящение. Каждая капля дождя, дуновение ветра, шелест листвы, луч солнца, прикосновение, благословение, передача учения, тайная инициация. Видя учителя, джняни видит самого вишну или брехаспати, действующего через него. Видя отрешенного аскета, джняни видит самого шиву в позе медитации. В теле рабочего, строителя храма, он прозревает самого вишвакармана, а видя царя или правителя местности, он прозревает самого Индру, царя богов. Видя влюбленных юношу и девушку, держащихся за руки, он видит в них Радху и Кришну, Раму и Ситу. Видя воина, он прозревает в нем самого Картикею, бога войны. Видя куртизанку, соблазняющую телом, он прозревает в ней небесную Апсару, танцовщицу из дворца Индры или саму великую мать Ади Шакти, прекрасную Лолиту, хотя и предпочитает соблюдать дистанцию с подобными энергиями. Видя мать, заботящуюся о своих детях, он видит сострадательную Тару, дающую таким образом Даршан своим преданным. Видя поле битвы, он прозревает в нем алтарь для подношений калии, потрясающей своей силой и игру гневных божеств, ее спутников. Видя на нем воинов, героически сражающихся, преодолевающих страдания и храбро жертвующих собой, он видит просветленных героев Махабхараты, играющих в их телах и каналах Арджуну, Дрону, Пхиму, Карну. Видя музыканта, играющего в переходе, он прозревает в нем Гандхарва, созерцает ритуал подношения Сарасвати. Видя старуху-нищенку, он прозревает в ней богиню Тхумавати, дающую учение об отсечении эго, привязанности и надежд, хотя и понимает, что не каждый готов получить ее даршан подобной бездне. Видя успешного бизнесмена, устраивающего прием, одаренного руководителя, популярного артиста, звезду, он прозревает в нем блистательную лакшми. Видя школьного учителя, он прозревает саму прекрасную Сарасвати, просвещающую людей через его тело. Видя богача, банковского служащего, он почитает в нем хранителя куверу, владыку всех богатств. Видя охранника, стража, он видит в них лакопалов, охранителей сторон света и местности. Видя врача-целителя, он наблюдает, как божества близнецы, целители Ашвины и Риши Тханвантари действуют через его тело, посылая свои исцеляющие силы больному. Видя галку или чайку, Джняни прозревает в ней могущественного Горуду, царя всех птиц. Видя змею ужа, он прозревает в них царя нагов. Видя дерево, одиноко стоящее в поле, он видит в нем калпа в рикшу, мистическое древо богов, исполняющее желание. Видя продавца, торгующего хлебом, он почитает в нем богиню Аннапурну, подательницу пищи. Для него каждая корова, исполняющая желания мистические сурабхи и каматхену, каждый бык священной Нанди, каждый слон мудрый Ганеша, а каждая обезьяна преданный Хануман. Каждый человек, мужчина, женщина, старуха, ребенок, божества, играющие в свои непостижимые игры. Глядя на травинку, листок, он видит в нем тело божества, феи-покровительницы всех лесов и растений. Каждый камень для него, мистический камень чинтамани, каждый океан полон нектара, каждая гора благословенная золотая мэру, каждый дом, гора, хижина, лес, дворцы божеств. Чистое видение естественно для джняни так же, как зрячему естественно видеть мир цветным. В таком видении нет ничего придуманного сфабрикованного это видение мира, как он есть, в самом деле. Мир в своей основе божественен и с этим ничего не поделать. Неважно, знаем мы об этом или нет, нравится нам это или нет, это можно только принять как данность. Это так, потому что это так. Этому нет объяснений. Это нельзя обосновать, но это можно пережить и это нужно пережить. Человек сансары страдает только потому, что он этого не переживает, не думает и не знает об этом. Джняни знает, видит, понимает, чувствует и принимает это всем сердцем. Он видит, как много людей вокруг страдает от собственного нечистого видения только потому, что в глубине души они отказываются принять божественную, сакральную природу мира. Даже заурядные, грязные, пугающие или отталкивающие других людей вещи джняни видят священными и чистыми, хотя и понимают, что сила энергии этих вещей подойдет далеко не каждому. Эта сила определяется способностью к сам-йоге, поддержанию равновесия между осознаванием и энергией, космическим порядком и вселенским хаосом. Даршин чистого видения Все священно. Нет дурных и хороших событий и действий. Есть лилы игры божеств и Всевышнего Духа. Мужчин нет и женщин, детей, стариков, высоких и низких, богатых и бедных. Есть божества из различных семейств, что играют искусно в телах людей, проявляясь. Нет мира людского, нет асуров и ада, нет овластей предов и сансарного рая. Есть мандалы, чистые святые обители, где боги играют, проявляя мистерию таинства Брахмана, единого духа, озорную, священную, чистую, блаженную лилу. Нет войн, нет греха, нет уродства, нет зависти, алчной корысти и блуда, насилия нет и предательства, гордыни убогой, тщеславия нет. Все это игра, энергия чистых божеств, что обитают в теле, его украшая, словно змеи-гирлянды на шее ушивы. Нет звуков мирских, уродливых, гневных, фальшивых и резких, а есть только песни священные, пхаджаны, молитвы, благословения и мантры, что в экстаз погружая, прославляют Всевышнего Духа, из уст изливаясь потоком нектара. Нет хижин, домов, магазинов, вокзалов, ресторанов и тюрем, а есть лишь сияющие светом дворцы, где божества обитают, играя в непостижимые, странные, даже жесткие игры, предавшись служению Всевышнему Брахману, Всевышнему Духу, но, зная свой путь, пусть действует мудро тот смертный, что в мире имеет свои личные цели. Нет воров, убийц, прелюбодеев и проходимцев, нет нищих, убогих, больных, ненормальных и глупых, а есть божества, что играют в непостижимые, гневные, полные силы и ярости лилы. Так Дух прославляя и мир продвигая к собственной цели, но, зная свой путь, лучше пусть их не касается смертный, дабы не впасть в искушение обман. Стыда нет и боли, нет страха, нет клеш омрачений, нет алчных надежд и фальшивых цепляний, нет вожделения, гнева, болезни и смерти. Все шакти вселенской лила и все твои действия чистая мистерия таинств ума, праны, речи и тела, что дух прославляют единый и поют всему миру великую песню Адвайты Тат Твам Аси Глава 16 Единый вкус Он не восхищен, когда его усилия приносят плоды и не беспокоится, если не приносят. Он не удивится, если свет луны станет горячим или от солнечного света будет веять прохладой. Йога Васиштха Глава 5.8 История Абхасе и Виласе Для Джняни все едино равностно, ибо он не разделяет в глубине души на субъект и объект прошлое и будущее, я и они, мысли и безмыслие, добро и зло, приятное и неприятное, правду и ложь, освобождение и связанность, радость и горе, внутреннее и внешнее, сансару и нирвану, пробуждение и неведенье, рождение и смерть. Для него все это одно. Джняни отрешен от человеческого видения мира, основанного на двойственности. Он также отрешен и от божественного, хотя это нелегко. Он даже отрешен от самого отрешения. Он пребывает в той недвойственной реальности, саморасье, где нет никакого разделения, где все одинаково на вкус. Это чистое сознание без я, ты, верха, низа, внутреннего, внешнего, прошлого, будущего, субъекта, объекта и любых двойственных категорий. В нем нет рождения, нет жизни, нет смерти, нет плохого, нет хорошего, ибо все эти понятия являются человеческими оценочными суждениями, иллюзией. Джняни погружен в пространство осознанности, в котором все слито, едино, все равносно, все неважно или все одинаково важно. В этом пространстве все божественно, чисто и совершенно. Поэтому Джняни живет во всеприятии и не отвергает ничего, но и не привязывается ни к чему. Он принимает самые светлые, чистые, божественные и радостные стороны, как мирные игры абсолюта. Он также одинаково принимает грубые, отвратительные, мрачные, нечистые стороны этого мира, как гневные игры чистого сознания, видя их полностью чистыми и совершенными. Сам же он всегда чистый отрешен, поскольку он вне того и другого. Его чистота так велика, что его ничто не может смутить, поразить, омрачить или запятнать. Он чист, даже находясь в грязи, ибо дух Джняни подобен лотосу, растущему из грязи. В самых обычных грубых и даже низменных вещах этого мира Джняни видит игру божественного, святое, чистое, возвышенное. Для Джняни нет греха в том виде, как его представляют люди. Он также трансцендентен по отношению к заслугам, хотя в относительной жизни он живет так, чтобы подавать другим благоприятный пример. Для него нет гнева, алчности, гордыни, зависти и похоти. Также для него нет и обыденной добродетели в виде благочестия, человеческой дружбы и привязанности. Джняни может играть в эти игры, однако в глубине своего сердца он свободен от них. Для него все едино, все имеет единый вкус, гнев, алчность, привязанность, гордыня, вожделение, также сакральные и божественны, как любовь, сострадание, жертвенность, благочестие, дружба, долг и честь. Все, что не проявляется, есть игра энергии абсолюта, с которым джняни одно. Нельзя сказать, что для джняни это просто слова, или хуже того, попытка оправдания омрачений, клеш. Джняни истинный мастер жизни, и он видит реальность прямо, как она есть. Его взор не затуманен фальшивыми понятиями и оценками обыденного мира. Он понимает, что если и есть в этом мире истинное, чистое, правильное и хорошее, то это только трансцендентное осознавание вне понятий об истинном, чистом и правильном. Если и есть плохое, нечистое, это бессознательность, то есть отсутствие осознанности, приводящее к разделению, к двойственности и отождествлению с понятиями. Все остальное иллюзия, возникающая в двойственных, спящих умах в результате неверного понимания реальности. Осознавание является самоорганизующейся внутренней силой Вселенной. Это энергия порядка, красоты и ясности. Бессознательность есть сила энтропии, хаоса, запутанности. Эти две силы есть игра сознания и энергии, пустоты и блаженства, пуруши и прокрити, шивы и шакти, непроявленного и манифестации. Джняни живет, балансируя между этими силами Вселенной, соединяя их в воззрении единого вкуса в чистейшем пространстве саморасьи. Прибывая в измерении единого вкуса, он искусно поддерживает равновесие, баланс. Сам йогу в своем воззрении, медитации, теле, уме и насколько возможно в окружающем мире. Что такое единый вкус? Когда внутреннее смешалось с внешним и не осталось ничего внутри или снаружи, это именуют саморасья, единый вкус. Когда самадхи достигнута в спокойной позе и длится после медитации, это и есть саморасья, а не что-то иное. Когда прошлое, как и будущее время, слились в единое настоящее мгновение, а затем исчезло даже оно, растворившись в непостижимости, это и есть саморасья, а не что-то иное. Когда сон без сновидений и бодрствование стали будто бы одним и тем же непрерывным сознанием, это признак того, что обретена саморасья. Когда чистое и нечистое, доброе и злое, грешное и святое, правильное и неправильное, правда и ложь стали одним, соединившись в неописуемой сверкающей сфере единого ума, это и есть саморасья. Когда жизнь и смерть, сансара и нирвана, субъект и объект соединились в чистом уме, подобном бесконечному пространству, это и есть саморасья. Глава семнадцатая Три мира джняни Как после периода глубокого сна ты видишь сны, так же и в бесконечном сознании появляются три мира. Йога Васиштха Глава 6.21 История Кунда Данте Джняни способен быть в сознании в нескольких мирах одновременно. Он сознает физический мир, тело и бодрственное состояние Джаграт. Он осознает тонкий астральный мир, подсознание, проявляющееся как сон со сновидениями и направляет события в нем, используя тонкое иллюзорное тело сновидения пранава Деха. Так же он осознает каузальный причинный мир, подобный бесконечному пространству чистого сознания, используя для этого сверхсознание и тело, действующее в глубоком сне без сновидений. Джняна Деха. В каждом из этих миров у него есть тело, осознавание, игры, цели и задачи. Одновременно Джняни полностью свободен от этих трех миров и уровней сознания им соответствующих. Сущность его души пребывает в трансцендентном непостижимом четвертом состоянии Турье, которое превосходит все, поэтому оно зовется Турьотита. В этом высшем состоянии нет тел, нет качеств, нет вообще чего-либо, что можно было бы описать человеческими понятиями. Это само сердце Джняни. В каждом из трех миров Джняни имеют сформировавшееся тело, способное жить особой полноценной жизнью этого мира, но в четвертом состоянии нет ни жизни, ни смерти, ни тела, ни того, кто им обладает. В измерении Турья Джняни как абсолют сам пронизывает все, наполняет все, пребывает во всем. Такое бытие есть Дева Деха – всеобщее тело Бога. Глава 18 Созерцание Джняни Мы созерцаем сознание, которое проявляет себя как чистое блаженное переживание, когда переживающие взаимодействуют с переживаемым без разделений и концепций. Йога Васиштха глава 5 1 История о царе Джанаке Джняни непрерывно погружен в естественное исследование Вичара Брахмана – Всевышней Сущности. Это его главное занятие, важнее которого ничего не может быть ни в мире людей, ни в мире богов. Сначала, пока будущий Джняни еще не обрел мудрость, такое исследование имеет умственный, философско-аналитический характер. Он медитирует, размышляет с помощью ума над великими изречениями Махавакьями Веданты, такими, как нети-нети, ни то-ни то, и ти-и ти, и то-и то. Брахман саджагат митхья, Брахман реален, вселенная нереальна. Сарвам Эва Брахман Все есть Брахман. Праджнянам Брахма Исконное Сознание Брахман. Ахам Брахмасми Я Брахман. Тат Твам Аси Ты есть То. Айям Атма Брахма Этот Атман Брахман. На следующей стадии он должен оставить аналитические медитации и размышления и приступить к медитации пустоты не ума и созерцанию за пределами мыслей. Он должен быть усердным в этой практике до получения подлинного опыта недвойственности за пределами субъекта и объекта самадхи. Когда такой опыт испытан, он старается не покидать его ни днем, ни ночью. Самадхи, достигнутые усилием в медитации, должно стать естественным и проникнуть в жизнь во всех ее проявлениях. Джняни тренируются пребывать в таком созерцательном опыте, стоя, гуляя, сидя, разговаривая во время еды и работы, чтобы это стало его устойчивым естественным состоянием сахаджа стхити. Джняни, находясь в присутствии, не погружается внутрь, входя в трансовое переживание, но и не позволяет уму блуждать во внешних объектах. Он пребывает за пределами как внешнего, так и внутреннего. Для этого ему нужно понять, что те огромные усилия в медитации, которые он прилагал раньше, и даже его страстное стремление к освобождению, не дающие покоя уму, теперь являются только помехой. Для того, чтобы поддерживать присутствие в естественном состоянии, не нужны ни мантры, ни техники, ни особый ритуал, ни образ жизни. Это состояние так тонко и свободно, что оно не требует усилий, напротив, оно требует безусильности, недеяния, отпускания и расслабления. Оно переживается совершенно естественно, как то, что есть и всегда было твоей природой, потому его зовут Сахаджа. Оно неописуемо, находится за пределами ума, невыразимо и невероятно тонко. На него невозможно указать словами, но все же о нем говорят, как о подобном пространству, ничем не запятнанном, полностью совершенном, полном величия и свободы, чистом сознании. Это переживание присуще каждому живому существу, оно является его внутренней сущностью. Поскольку оно привносит в жизнь свет и ясность, освещая все то, что ранее было затуманенным и неясным, его называют светоносной ясностью. Поскольку оно не опирается ни на что, кроме себя самого, о нем говорят, как о безопорном пространстве осознавания, нираламбха, как о природе ума, внутренней сущности, я, атмане. Это состояние чисто и не запятнанно, поэтому его зовут ниранджана. Оно спонтанно, полно свободы и естественно, поэтому его называют сахаджа. Оно вне усилий метода и находится за пределами ума, поэтому его зовут Аманаска. Оно есть божественная основа всего Дева Стхана, источник всего и суть всего. Для того, чтобы погрузиться в него, джняни много лет учатся созерцать свой ум методами вечары, тхьяны и санкальпы. Когда это состояние впервые достигнуто, ему следует оставить все методы или сделать их второстепенными и считать своей главной практикой пребывание в естественном состоянии созерцательное присутствие. Находясь в созерцательном присутствии, джняни не сосредотачивает ум на чем-либо конкретном, имеющем имя и форму, божестве, дыхании, мантре или чакрах. Вместо этого он помещает свое восприятие в точку наблюдающего осознавания, драшта. Эта точка именуется аманаской, неумственная, и находится в глубине, за пределами концепции и активности ума. Углубляясь в нее, джняни погружается в переживание необъятного, всепроникающего, бесформенного сознания, подобного пространству Вселенной. Чем бы он ни был занят, что бы ни делал джняни, он погружен в это состояние днем и ночью. Оно полно яркости, ясности, радости, свободы и глубины, и выражает сам дух джняны. Погружаясь в это состояние, джняни не теряет себя, не останавливается и не утрачивает относительное видение и намерение. Его дух исследует его все глубже и глубже, и этому нет конца, нет предела. Все, что джняни испытывает в жизни, усталость, боль, страх, интерес, восторг, удовольствие, мышление, движение, магические опыты, намерения, умственный анализ, оценки, обобщение, выводы, принятие решений, все годится для созерцания. Любая ситуация подходящая, любая поза наилучшая, любое время и место благоприятное, любое переживание достойное и отлично подходит для практики. Три свободы великого учения Лайя-йоги В уме нет теорий, над которыми следует размышлять, в речи нет слов мантры молитв, которые бы следовало произносить, в поведении нет действий и ритуалов, которые бы следовало бы совершать, изначально освобождены девять действий, какая радость, какая радость, естественный ум созерцая себя, спонтанно играет в тысячи дхарм. Таким образом, джняни свободно парит в пространстве сахаджа таттвы, не будучи ограниченным никем и ничем. Конечно, это относится только к истинам джняни, способным пребывать в своей исконной природе и днем, и ночью. Те же, кто измышляет естественное состояние, придумывая его в мыслях и не свободны от усилий, еще не обрели знания. Смысл учения Лайя-йоги Я не предлагаю тебе никакой теории, основанной на мыслях, а лишь говорю, наблюдай любые мысли, не вынося оценок и суждений, и сам все поймешь, обнаружив чистую осознанность Я-Есмь. Я не предлагаю тебе никакого символа веры, изложенного в словах и догматах. Я говорю, созерцай, учись тонкостям созерцательной жизни, и ты поймешь самую суть того, что святые зовут верой. Я не предлагаю тебе никакого описания Бога с такими-то качествами, атрибутами, деяниями, играми и именами. Я говорю, совершенствуйся в созерцании, развивай осознанность, углубляй присутствие, не отвлекаясь, предавайся ему без остатка, и сущность всех Богов ясно предстанет перед тобой словно на ладони. Я не предлагаю тебе никаких ритуалов, мантр, визуализации, правил, обетов, обязательств и алгоритмов. Я говорю, каждое мгновение жизни будь осознан, распознавай чистое Я ЕСМЬ осознавание свидетеля, и тогда у тебя появится собственная мудрость и ответственность, и если будет нужно, ты сам решишь, какие тебе нужно применить мантры, визуализации и каким правилам, обязательствам и обетам следовать в качестве естественной игры осознавания. APL Субтитры